О непростой жизни легионера, на этот раз хоккейного, мы поговорим с нападающим хоккейного клуба Салават Юлайф Максимом Майоровым. Максим, привет! Привет! Ну вот, недавно мы выяснили, что футболистам-легионерам за рубежом живется непросто. Волейболистам тоже живется непросто. А вот как хоккеистам? Тоже непросто, я думаю. Не знаю, в каком плане именно, в плане быта. Ну вот ты 4 года поиграл в Северной Америке. Расскажи, пожалуйста, как акклиматизация прошла? Каково это вообще обустраиваться в новой для себя стране? Акклиматизация? Ну там все все равно связано больше с хоккеем было, поэтому в первую очередь нужно было привыкнуть к другому хоккейу, потому что они там играют немножко в другой хоккей, как говорится. И в плане быта там сложностей вообще никаких не было. Там язык какой-то, наверное, первые полгода, может быть, была проблема язык, потому что я не знал английский, когда ехал туда. В плане быта, я не знаю, даже там как-то легко все удавалось, поэтому не было никаких особо проблем. То есть на месте выучить английский легче, чем изучать в школе по хоккеем? Намного, да. Ну я такого не придерживаюсь, что все-таки практика это самое главное в таком моменте, потому что я еще перед тем, как лет 17-16-17 лет, я помню, что брал репетитора, что-то там какие-то уроки я там ходил раз, там два раза в неделю у меня он приходил, и результата было вообще никакого. А так вот, когда практикуешься, когда уже там находишься, уже там начинаешь спрашивать, потому что ты понимаешь, что тебе нужно общаться с игроками в команде, потому что они все говорят английском, нужно с ними общаться, понимать тренера, чтобы ты понимаешь, что тебе нужно как можно быстрее его выучить. Но единственная там, смешная ситуация была, потому что я не знал английский, а когда приехал туда, буквально через неделю, наверное, там концерт был Снуп Дога, знаете, такого исполнителя, наверное. Вот, а я как бы, ну, с детства мне нравился всегда, там рэп, да, вот такая, ну, хип-хоп, это все. И получается, я по-английски не бей, не имею, вообще не понимаю, а пришли на концерт, и я практически все слова песни Снуп Дога знаю. Я, правда, не знал, о чем они, но все были удивлены, там, американцы, все там знакомые, которые говорят, ты же сказал, что не знаешь по-английски, а как ты все слова знаешь. Ну, только в песнях, и то даже не понимая смысл, если честно. Теперь понимаешь? Сейчас понимаю, да. Сейчас понимаю, что на самом деле то, что многое, все, что там нравится людям, на самом деле там бред полный такой, если понимать, о чем вообще речь. А вот когда ты вообще переезжал, ты говоришь, ты не знал английский. С какими чувствами ты ехал в другую страну, где ты знал, что не сможешь разговаривать с ним? Ну, я понимал, что язык, я знал, в принципе, что английский не самый сложный язык из всех возможных. И я знал, что если проявить какое-то там желание, то он выучится. А ехал я, ну, ехал я, потому что в 19 лет я поехал, ну, всегда, ну, с детства была мечта, как бы, играть в НХЛ. И ехал пытаться пробиться в состав. Вот, просто не особо получилось за четыре года это сделать. Вот, там, первые три года вообще, в принципе, там, мало поднимали. А четвертый сезон, вот, я уже, как бы, начал в основной команде. Но, там, получилось так, что травма подкосила меня там. Я выбыл надолго, и уже после четырех лет, уже, как бы, с отцом посоветовали себе решение, что нужно возвращаться. Ну, а если завтра позвонит условный Эдмонтон, скажет, Максим... Ну, у меня на данный момент контракт с Лайм на два года. Поэтому все сейчас мысли здесь, а что будет через два года, даже посмотрим. Но желание-то осталось? Желание-то, конечно, осталось. Все будет зависеть уже, там, от меня, да. Пока цель выучить башкирский язык, а английский подождет. Да, башкирский. Английский уже выучен, что там ждать. А когда ты летел, какие фразы ты знал, какие слова? Английский, да. Да. Ну, стандартные фразы, которые, там, в школе учат, там, mother, father, sister, brother, London is the capital of Greg Britain. Ну, все вот эти стандартные фразы, которые все знают, там, со школы. А они тебе помогли как-то? Ну, нет, не особо. Так, может, ты зашел в команду, говоришь, brother, привет. Ну, может быть, да. Но там все больше buddy говорят. Buddy, buddy, дружок, типа, друг, кореш. Там не говорят brother, там редко когда говорят brother. А помнишь первую тренировку, которую в Америке? Самую первую, наверное, не вспомню. Я помню, я приехал туда сначала в лагерь для новичков, там, где вот молодые все собираются. Еще перед, получается, это в июле, по-моему, месяце мы потренировались, там, 3 или 4 дня, по-моему. Вот, но я помню пару тренировок. Я помню, что я на одном упражнении неправильно понял, куда ехать. И поехал не в ту сторону, и мы там столкнулись с другим игроком, очень прилично. Ну, так ситуация была вроде смешная, то, что я не понял, вот, и как раз из-за того, что языковой барьер, то, что я не понимал английский, я поехал вообще не в ту сторону, и мы там врезали, все смеялись. После этого понял, что все-таки нужно выучить английский, как можно быстрее. То есть там уже без репетиторов, там просто находясь в среде? Да, там получается, там как-то, не знаю, там начинаешь просто общаться, начинаешь спрашивать, допустим, что означает вот это слово, там, тебе пытаются на пальцах объяснить. И уже так потихонечку, потихонечку просто практикуясь, говоря одни и те же фразы, ты уже все больше и больше их там, потом уже, потом уже, поначалу ты как бы переводишь с русского на английский в голове и пытаешься сказать, а потом уже этого не делаешь, потом уже ты просто как бы английский говоришь фразами. А как здесь себя чувствуют иностранцы, которые приезжают, например, финны к вам в команду? Они сразу с переводчиками приезжают или пытаются как-то тоже на пальцах? Да нет, но как-то у нас иностранцы, они все равно больше между собой общаются, потому что у нас там сколько, 5 иностранцев в команде. Но те ребята, кто там в Америке проиграл, те, кто знает английский, допустим, ну мы с ними там спокойно общаемся на английском, потому что они все английский знают тоже более-менее. Ну там, если шведы между собой могут на шведском поговорить, финны между собой на финском. Но так, когда мы, допустим, что-то хотим им сказать, мы на английском говорим просто и все, понимаем друг друга. А наверняка кто-то из молодых игроков приходит, пока тренер не видит, спрашивает, ну что там, как там, что там надо делать, как пробиться в НХЛ? Да нет, если бы я, наверное, поиграл там 10 сезонов, то еще могли бы подходить, спрашивать, я же не самый. Как не самый удачный вариант, что ли, кого спрашивать по этим вопросам. Я думаю, ребята как бы будут спрашивать, если кого-то других ребят, те, кто постарше, те, кто реально как бы поиграли. Потому что я, в принципе, там за 4 сезона сыграл-то там небольшое количество игр. Я в основном играл в фарм-клубе, потому что... Ну, то есть не спрашивают? Нет. Ну так, иногда, 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 иногда ребята спрашивают, ну каково там, потому что там, ну просто как атмосфера, что там, ну что нужно для этого, как бы. Я говорю, я не самый удачный вариант спрашивать, потому что как бы нужно спрашивать того, кто как бы добился определенного там прогресса, успеха, кто-то попал в состав и уже играл. Поэтому, просто спрашивают, каково там, как в быту, какие там проблемы, в первую очередь, все. Ну вот сейчас вот на камеру сможешь рассказать, вот что нужно молодым игрокам, чтобы пробиться в НХЛ? Чтобы раз и навсегда всем ответить? Ну ты не знаешь, что нужно, не знаю, я честно не знаю. Наверное, самое-самое главное, все равно, это трудолюбие, все время работать над собой, все время стараться совершенствоваться. И если судьба распорядится так, что твоя мечта, может быть, как-то не сбудется, но ты как бы, по крайней мере, будешь уверен в себе, спокойно можешь смотреть в зеркало и смотреть в глаза самому себе, зная, что ты сделал, в принципе, все возможное. Наверное, так. А чего не хватало тебе за границей русского, скажем, российского нашего? Да, русского, не знаю, первое время, первое время, наверное, еды, но потом я узнал, что есть магазины, в каждом городе есть русские магазины с русской едой, со всеми вот этими, с нашими котлетами, все колбаса, это все, то, что они не едят, это все есть там. И поэтому потом уже проблем с этим не было, я там заезжал периодически, когда скучно становилось. Потом уже выяснилось, что есть и кафешки даже, и там какие-то рестораны русские, поэтому в плане еды не было ничего такого. Но, наверное, что не хватало-то, не знаю даже. Иногда не хватало того, что не хватало нашей полиции, ДПС наших не хватало, потому что там не разговаривают, там нельзя поговорить по-человечески, объяснить, что так и так ситуация, что я там тороплюсь на тренировку. Там просто тебя выписывают штраф на 300 долларов, допустим, и все, и там, и предупреждают, что в следующий раз ты уже там, тебя закроют или права там отберут. А здесь можно договориться? Ну, все равно у нас как-то более с пониманием-то относится. Человечнее. Более человечнее у нас, да, все равно наша великая русская душа. Но какое все-таки самое яркое воспоминание от того этапа карьеры? Самое яркое воспоминание? Может, там 8-8-8. Наверное, все равно первая игра в НХЛ, как бы там в 19 лет. Первая голова в НХЛ, наверное, такие воспоминания. Ну, честно, я ни в коем случае, там, я не жалею, допустим, потому что даже 4 года провел в АХЛ, ну, пытаясь там пробиться. Может быть, в каких-то моментах я там знаю, что где-то сейчас уже, там, когда уже постарше стал, может быть, что-то нужно было делать по-другому. Ну, сейчас уже, как бы, уже что на прошлое смотреть, уже сейчас ничего не вернешь. Поэтому, ну, будем, может быть, в будущем еще получится попробовать, если, может быть, удастся еще, может быть, будет такой шанс. Ну, то есть эту страницу для себя ты еще не закрыл? Нет. Ну, я говорю, это все будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства. Но если выдастся такой шанс, будет такая возможность, и просто будет зависеть от меня, там, хочу я этого или не хочу, и, конечно же, я хочу этого. Отличаются ли американские тренеры от наших, от Захаркина, например? Вообще, каждый тренер друг от друга, каждый тренер отличается друг от друга. Ну, вообще, вот если посмотреть по интеллекту, по культуре, общению... Ну, да, ну, да. У них... У них... У них маты не хватает? Нет, ну, там, там получалось так, что у нас несколько игроков было русских, там, в команде. И мы между собой, когда разговаривали на русском, допустим, они нам запрещали говорить на русском, потому что они понимали, что, скорее всего, мы какие-то гадости говорим, там, про тренера, там, или про кого-то еще, там. Но нет, там, в принципе, там просто, ну, говорят, другой хоккей, и как только ты, там, понимаешь, что от тебя требуют, то, в принципе, там не было такого, что, что там какая-то неприязнь к тому, что я русский, не американец, не кананец. Такого не было, в принципе. Если ты уходишь, если все, отдаешь на льду, то там хорошие отношения. Там много-много таких маленьких деталей, которые там немножко по-другому, допустим, чем у нас. Там для меня, допустим, поначалу было немножко там в шок, что как так, я там сыграл игру, создал какое-то количество моментов опасных, но не забил, я после игры расстроен, допустим, да, там. А мне тренер говорит, допустим, там, не расстраивайся, ничего страшного, ну, типа, ну, ты хорошо играл, там, там, выполнил какие-то свои функции, там, но не забил, не там. Ну, как-то для меня сначала было это непонятно, потому что как-то у нас в России было всегда, ну, часто все равно спрашиваются нападающих именно вот голы, там, передачи, то есть вот это. Ну, не все тоже тренеры, как бы. Моменты, допустим, с тем, как они разделяют все равно очень сильно, там, быт и на льду. Допустим, на льду он может быть для тебя один человек, допустим, он может тебя, там, орать, ненавидеть тебя на льду, там, да, там, какие-то такие моменты. А в быту выйти, там, и уже когда тренировка закончилась, игра закончилась, там, идти, там, с тобой нормально разговаривать, там, то есть как будто он, там, 20 минут назад не орал на тебя, там, вот. Но это, я еще раз повторюсь, это не такие отличия, которые вот именно между русскими тренерами, там, и американскими, канадскими. Это у нас, как бы, есть тренера русские, с такими же какими-то моментами. Это просто различие между тренерами, да, да, поэтому я бы не сказал, что там какая-то такая большая разница. А для себя ты что-нибудь привез оттуда? Ну, не знаю, может, Хэллоуин каждый год теперь отмечаете. Что-то вот осталось, не знаю, в памяти какой-то, традиция какая-то? Такой традиции... Вот 5 декабря вы собираетесь. Не, 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 нет, у нас все так же, как Рождество, 7 января. Ничего такого, я, наверное, просто какие-то какие-то постарался, какие-то плюсы привести именно, там, ментально для себя. То есть посмотрел, как живут там люди и постарался, стараюсь, как бы, те плюсы и те минусы, которые есть, допустим, плюсы, только лучше постарался забрать. Если иностранцы как-то вас удивляют, может, финны, там, не знаю, в баню постоянно зовут как-то? Да нет, ну, там, Харти, он постоянно, да, в баню, там, в выходной у него баня постоянно, каждый день, каждый раз. А такого, да нет, ничего, никак не удивляю. Там такие же люди, как мы, такие же спортсмены, такие же хоккеисты. И, конечно же, не можем спросить про Салават Юлаев, про этот сезон, про игру. Вчера только сыграли с автомобилистом, выиграли 5-1, наконец-то прервали неудачную серию для команды, там, 7 матчей, по-моему, не могли выиграть. Даже дублями отличились. Да, даже у Лесина с капризом по дублю. Расскажите, пожалуйста, про нынешний сезон. Сильнее стала команда все-таки или слабее по сравнению с прошлым? Потому что болельщики спорят и не могут прийти к единому мнению. Я думаю, сильнее стала команда. Просто единственный момент, то, что, может быть, еще на данном этапе не до конца там сыгрались, еще до конца, наверное. Как только у нас все наладится, все четко встанет на свои места, я думаю, мы все, и болельщики, и вы, вообще все увидите, что, как бы, команда стала сильнее. А сколько на это нужно времени? Я не знаю, может быть, завтра, может быть, через неделю, но... То есть, как-то внезапные процессы? Нет, ну, как, я не знаю, как объяснить, но бывает такое, что, ну, не идет какие-то моменты, там, спады, а потом все как-то налаживается и все становится отлично. Ну, это прямо изнутри ко мне. Самое главное, чтобы это все работало, там, в плей-оффе, наверное. Мы сейчас, как бы, на той стадии, когда мы налаживаем свою игру, налаживаем тактические действия, налаживаем между собой какие-то и химию, да, чтобы уже к самым важным матчам подойти в оптимальной форме. А завтра какой хоккей покажете с Борисом? Давайте, да, прононсируем завтрашний матч. Завтра Салаглайф играет с Борисом дома. Приходите, и сейчас Максим расскажет, почему. Ну, потому что мы выйдем завтра и постараемся, покажем все равно, что мы способны, постараемся сделать максимально зрелищную, максимально позитивную игру, и, как бы, постараемся выиграть, сделать, мы сделаем все для этого. Тем более, там нет распаива. А ты забьешь Шайбу? Я не знаю, я не могу так загадывать. Я перед каждой игрой, как бы, стараюсь это сделать, но никогда не знаешь. А давай договоримся, если ты забьешь, будешь каждый раз потом приходить к нам на эфир перед матчем? Ну, как минимум две тогда надо. Как минимум две? Ну, ладно, мы запомним обязательно. Хорошо. Ну что ж, спасибо большое за интересную, познавательную... Беседу. Просветительную немножко беседу даже. А я напомню, что в гостях у нас был нападающий хоккейного клуба Салавати Лайф Максим Майоров. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!